10 июля Минфин наконец-то выкатил условия по семейной ипотеке под 6%, которые продлят до 2030 года. Ну а девелоперы начали притормаживать стройки по возможности переносить сроки сдачи. Группа ФСК запустила свой проект в Химках в первом доме ЖК с оригинальнейшим неймингом. А на Остоженке вскоре может появиться новый элитный аппарат-комплекс. Как много людей готовы платить такие огромные деньги за воздух? Привет, друзья! С вами дайджест новостей недвижимости на канале «Хочу квартиру» и я, Никита Журавлев. Пока москвичи изнывали от жары, риэлторы изнывали от отсутствия спроса на квартиры. Шутка ли? Полторы недели после отмены льготной ипотеки рынок в подвешенном состоянии. Но давайте обо всем по порядку. 10 июля Минфин наконец-то выкатил условия по семейной ипотеке под 6%, которые продлят до 2030 года. Воспользоваться ей смогут семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, а в 35 регионах просто два несовершеннолетних. Для Москвы и Петербурга их областей 12 миллионов, а 6 миллионов для остальных регионов. Также потребуется первоначальный взнос 20%. Как нетрудно посчитать, участие в программе позволит сэкономить в среднем 30 миллионов рублей. Именно такая разница между суммами, которые надо выплатить за 30 лет по льготной и рыночной ипотеке, где ставка сейчас достигает 20%. Для оценки взяли сумму 12 миллионов рублей при первоначальном взносе 2,8 миллионов рублей. Так еще и дома при инновации включили. Такие стимулы рождения детей мы поддерживаем. Кстати сказать, одним из результатов субсидированной ставки стал резкий скачок цен на новостройки. Причем лидером безудержного роста была даже не Москва. В ЦАН посчитали, что за 4 года жилье в столице стало дороже всего на 73%, так как в Омске и Краснодаре квартиры подскочили аж в 3 раза. В среднем по мегаполисам цены выросли примерно в 2 раза. Дошло до того, что некоторые депутаты даже успели обвинить застройщиков в сговоре с просьбой проверить стремительный рост цен на новостройки в ФАС. Обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышев. Но в ведомстве поспешили ответить, что рынок есть рынок, пообещав изучить факты ценового сговора. Если у кого-то такие есть, на то мы разошлись. А вот кто точно переоценен, так это роскошный дворец Аллы Пугачевой в Малых Бережках, что на Истринском водохранилище. Не сумев за два года найти покупателя, готового заплатить 132 миллиона рублей, Примадонна теперь пытается продать его в ипотеку. Как сообщается, первоначальный взнос составит 15 миллионов рублей, а потом в течение 20 лет предлагается платить по 2 миллиона рублей ежемесячно. Но это только для самых ярких фанатов женщины, которая поет. Давайте опустимся немножечко на землю, точнее на рынок новостроек. Москвичи в июне торопились с их покупками, как могли. И многим даже удалось запрыгнуть в последний вагон. Согласно данным DataFlight, рост продаж в московском регионе в первый летний месяц был впечатляющий. Плюс 24% в лотах и плюс 16% по выручке по сравнению с маем. А потом рынок затих. В агентстве «Этажи» даже сравнили ситуацию с ковидной весной 2020 года, когда спрос рухнул на десятки процентов. Продление семейки, конечно, поддержит спрос, однако трудности ипотечного рынка теперь надолго. Как минимум на пару лет пообещал глава Сбера Герман Греф. На недавнем форуме ЦБ он заявил, что из-за резкого роста цен на новостройки доступность жилья снизилась на 10%. Поэтому сейчас должно пройти время, чтобы рыночная ситуация пришла к балансу. Сказать на том же форуме глава ЦБ Эльвира Набиулина заявила, что не только не видит причин для снижения ключевой ставки, но и, напротив, считает вероятным ее повышение. Так что нынешние ставки, может быть, еще и не так плохи, как нам это кажется. Но, как говорится, посмотрим. Кстати, умы людей из ЦБ заняты не только ипотекой. Единый стандарт, который они сейчас прорабатывают. Закрутить гайки планируется и для самих застройщиков. В части оценки проекта. В основном все предложения призваны снизить любые риски банкротств и недостроев. Что получится в итоге, станет ясно совсем скоро, пока все предложения обсуждаются. Ну, а девелоперы и без того начали притормаживать стройки по возможности переносить сроки сдачи. Статистически это привело к падению объема ввода. Например, в Москве за первое полугодие сразу упало в два раза до 1,7 млн кв. метров против 3,3 млн кв. метров за январь-июнь 2023 года. Итоги полугодия в своем телеграм-канале привел мэр Москвы Сергей Собянин. Не знаем, связаны ли эти следующие новости, но в начале июля градоначальник уволил главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина. К слову, чиновник проработал на этой должности 13 лет. На его место поставили Владислава Овчинского, ранее работавшего главой Минпрома. В апреле Сергей Собянин также уволил Андрея Бочкарева, напомню вам, с должности главы строительного комплекса. Однако тот перешел на работу в Сбер. Но это не точно. Куда ушел господин Левкин, неясно. Возможно, просто решил отдохнуть. Немного новостей из мира инфо-цыган. Помните такую Наталью Закхайм, которая инвестор и бизнес-коуч? Короче, блиновская рынка недвижимости. Дошли до нее руки правоохранительных органов. Под конец недели прокуратура сообщила о задержании самой госпожи Закхайм, ее мужа Андрея Краснова и некой Любови Струлевой. Их отправили в СИЗО до 24 августа. Решение о мере пресечения сына бизнес-коуча, его зовут Трой Кравнов, еще не принято. Саму Закхайм, у которой кроме российского есть еще и гражданство Израиля и Нидерландов, задержали в аэропорту Пулково. Как пишет газета РУ, всех их обвиняют в том, что под видом курсов по инвестициям в зарубежную недвижимость они просто выкачивали деньги из доверчивых клиентов. Кстати, стоимость таких курсов могла достигать 1 миллион рублей. Пока у следователей есть заявление от потерпевших на 2,5 миллиона рублей. Но, как мы понимаем, скоро в дело могут появиться и другие коре-инвесторы. Удивительно, как много людей готовы платить такие огромные деньги за воздух? Лучше смотрите наш канал, он куда полезнее и абсолютно бесплатный. Между тем, зарубежные рынки интересны не только клиентам Наталии Закхайм, но и российским застройщикам. Те тоже не хотят складывать все яйца в одну корзину. Например, ФСК презентовал проект целого города в Узбекистане. Застроить планируют 20 тысяч га. А ЛСР похвастался пятью проектами в эмиратах. Тут все как в физике. Если где-то убыло, то где-то обязательно прибудет. Но пока одни пытаются найти новые источники выручки, другие продают все, что нажито непосильным трудом. Ведомости узнали, что структура Сбера лидирует в гонке по покупке Инграда. У концерна Россиум, Романа Авдеева и Сергея Сударякова. При том, что продавец хочет выручить за актив около 40 миллиардов рублей. Сбер предложил ему на 10 миллиардов больше, утверждает газета. Из гонки еще не выбыл Смайникс. Но тягаться ему с таким конкурентом будет, ой, как непросто. Кстати, будет интересно, если в рамках Сбера Инград возглавит Андрей Бочкарев. А теперь о старте продаж. Их в этот раз не так много, но сохранить разнообразие все же удалось. Начнем с самых доступных вариантов. Группа ФСК запустила свой проект в Химках. В первом доме жилой комплекс с оригинальным, оригинальнейшим неймингом. Первый Химкинский. Просто фантастиш. Фантастиш. В нем запроектированы 536 квартир, по большой части двухкомнатные. При этом за самую дешевую однушку придется выложить 5,5 миллионов рублей. Вышел на рынок очередной корпус в районе Южные Сады от А101. В доме номер 4.1 будут и студии в 24 квадратных метра, и четырехкомнатные квартиры площадью в 101 квадратный метр. Разброс цен от 8 с небольшим миллионом до 27 миллионов рублей. В Старой Москве, а это район Южного Бутова, Бунинские аллеи метро. А это, пожалуй, самый низкий прайс на сегодня. И опять группа ФСК, но уже под брендом первого ДСК, начинает продажи в Первой Соларевске. Поселок Московский, что, соответственно, в Новой Москве. Сейчас студия в 27 метров с небольшим метражом стоит почти 9,5 миллионов рублей. А первый корпус обещаюсь сдать уже через два года. Следом, у нас два проекта с почти одинаковыми минимальными ценами. Но, в принципе, разных локациях и классах. Отрада Девелопни запустила в продажу так называемый прайм-квартал от Рада на реке. Точнее, на реке Синичка. Просторная днушка площадью 36,5 квадратных метров стоит 13 миллионов. За жилье в 118 метров просит уже 32 миллиона рублей. Рендеры выглядят неплохо, только вот до ближайшего метро, Пятницкое шоссе, нужно добираться несколько километров. Куда понятнее локации у Мангазея на Тульской. Девелопер вывел на рынок 28-метровые однушки за 13 миллионов. А трешки площадью 85 метров отдает за 37 миллионов рублей. За 13,6 миллионов рублей можно уже стать резидентом Кутузовского. Точнее, среды на Кутузовском, которая в Кунцево строит пик. Ну, не пик, под своим новым брендом. Среда. Всего здесь будет 831 квартира. Самую маленькую квартиру в 22 метра можно купить за 13,6 миллионов. Судя по рендерам, будет и шикарный двухуровневый пентхаус в 121 метр. В свою очередь, девелопер Форма открыл брони квартиры в новой очереди жилого комплекса Ребаблик. Что у белорусской. Самому застройщику очень хочется, чтобы это был элитный проект. Так он его и стремится позиционировать. Однако, нам все же кажется, что он ближе к крепкому бизнес-классу. За студию в 27 метров с небольшим метражом просят чуть больше 20 миллионов. А трешку почти в 104 метра стоит около 57 миллионов. Надо признать, что над концепцией, как и над планировками коллеги, хорошо поработали. Обещают и пинты, и даже лоты с террасами. На территории жилого комплекса также будет бизнес-центр, детский сад, гастро-центр и даже спа, термы и шоппинг-аллея. Короче, любой каприз за ваши бабки. Кто точно не намерен тормозить свои проекты, так это сторона девелопмента. Не успела компания купить участок в проекте Сити-2, как уже получила ГПЗУ на него. В нем уточняется, что на месте квартала камушки появятся две высотные жилые башни, объединяющие шестиэтажным стилобатком. Последним будут офисы, ритейл и всякая нужная инфраструктура. А вот жилье планируется более 230 тысяч квадратных метров. Девелоперу Стоун, видимо, понравился реализовывать парные офисы и жилые проекты. Например, на своем сайте он уже выложил тизер с очередным новым жилым комплексом на Калужской и на Римской. Что и как пока не ясно, кроме адресов и того, что на Римской ожидается бизнес-класс. Тогда как на Юго-Западе целый премиум. Ждем подробностей. А на Остоженке вскоре может появиться новый элитный апарт-комплекс. Во всяком случае, архбюро Гинсбург разработало проект реконструкции бизнес-центра, который был построен здесь четверть века назад по проекту бюро Остоженка. Что интересно, заказчиком проекта является компания «Стройиндекад», чей генеральный директор – Бехом Хамчиев, младший брат сенатора от Ингушетии Балана Хамчиева. Ну а компания РФС продолжает осваивать Большую Никитскую. В этот раз стало известно о реставрации доходного дома Коровина на Большой Никитской, 18. Объект имеет статус культурного наследия, поэтому РФС ограничится именно реставрацией с усилением элементов и конструкции здания. В итоге здесь появится бутиковый и, видимо, очень дорогой жилой дом на 4 квартиры и 2 ресторана. Из интересного на этой неделе планы донстроя по застройке участка в Немниках, где должно быть появиться жилье по реновации. Но почему-то так и не появилось. Действительно, ну какая реновация, если можно построить новую очередь острова? Кстати сказать, на этой неделе нас ждет черная пятница рынка недвижимости. Десятки девелоперов уже пообещали скидки в своих проектах. Так что не упустите шанс получить не просто фиктивную, а самую настоящую скидку. О ее результатах мы расскажем в следующих выпусках. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось, то не стесняйтесь и ставьте лайки. Так работают механизмы Ютуба. Чтобы этот выпуск убило побольше людей. И пишите, конечно, комментарии. Мы сможем стать лучше благодаря вам. Пока. И улучшайте свои жилищные условия.